Киев перед Нормандским саммитом готовьте дрова для Майдана Киев перед Нормандским саммитом готовьте дрова для Майдана 8 часов 26 ноября 2019 года Обновлено 8-8 26 ноября 2019 года РИА новости Стрингер митинг в Киеве в честь годовщины событий на Майдане РИА новости Стрингер Нюра Энберг Все материалы Вчера президент России провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза Обсуждалась подготовка к саммиту нормандского формата, намеченного на 9 декабря В Киеве тоже готовятся Точка шестую годовщину Майдана в Киеве отпраздновали довольно вяло Число участников акции оказалось малоубедительным К тому же опросы граждан показывают глубокое разочарование результатами большой и кровавой бузы шестилетней давности Толпу на Майдане удавалось разжигать лишь протестами против мира в Донбассе Никаких других объединительных идей к очередной годовщине революции достоинства Кроме противодействия капитуляции, гражданское общество так и не сгенерировало Собственно, борьба с капитуляцией едва ли не единственное силовое поле, которое держит это самое общество в тонусе, не позволяя ему сосредоточиться на актуальных проблемах Родины Жесточайшей коррупции, криминальных договорниках прокуроров с убийцами, глубоко непрофессиональном правительстве, росте тарифов, предстоящие распродажи украинской земли 21 ноября, 18-11 Вышинский назвал события на Майдане спусковым крючком развала Украины В преддверии нормандской встречи борьба с капитуляцией получила новый импульс 21 ноября они под руководством лидеров радикально правых группировок и партии разминали языки на Майдане, репетируя готовящееся большое шоу непосредственно накануне встречи в Верхах Главные постулаты спротивоартикулированы достаточно четко, нет выбором в Донбассе, отведению войск, особому статусу и амнистии, а также курс на НАТО любой ценой В числе требований имеется и немедленное увольнение едва ли не единственного высокопоставленного украинского чиновника, Сергея Сивоха Потребовавшего поменять риторику в отношении жителей Донбасса и отказаться от оскорбительной стигматизации Сивоха настаивает на реализации их прав и социальных гарантий, призывают обе стороны конфликта простить и попросить прощения Такое в агрессивной украинской эстетике и парадигме войны выглядит, конечно, предельно дико, поскольку не имеет ни единого шанса на реализацию Сам автор прекрасных мечтаний воспринимается патриотами как опасный чудак, которому не место в структуре власти Не исключен, однако, и хитрый политтехнологический замысел, в рамках которого высказывания Сивоха могут рассматриваться как иллюстрация миротворческих устремлений украинской власти в их экспортном варианте 21 ноября, 8 часов Украина украла русский мир Как начинались и чем закончились Майданы Накануне нормандской встречи особенно ярко прозвучали, например, идеи романа Бессмертного, бывшего представителя Украины в Минской контактной группе По его мнению, Украина должна переселить всех лояльных Киеву граждан из Донбасса и приготовиться к многолетнему вооруженному противостоянию с народными республиками При этом экс-представитель Украины считает возможным и даже необходимым организовать торговлю с сепаратистами в рамках программы «Уголь за продукты питания», потому что уголь Украине критически нужен Экономисты мгновенно просчитали предложение Бессмертного и выяснили, что стоимость угля, которую Украина в таком варианте намерена покупать у непризнанных республик, многократно превышает стоимость необходимых им продуктов питания, но Бессмертный не тактик, а стратег Интересно, что почти параллельно с интервью Бессмертного в интернете появились многочисленные сообщения о неком письме секретаря СНБО Алексея Данилова с практически той же программой В ней якобы прозвучали те же идеи переселения жителей ЛДНР в другие регионы Украины или в Россию первых для перевоспитания, вторых просто прочь из европейской демократической державы Это письмо долго и подробно обсуждалось общественностью, а потом Алексей Данилов посчитал необходимым дезавуировать сказанное, мол, это все информационные фейки российской гибридной агрессии Что ж, если Украина и не собирается кого-то переселять, то лишь потому, что даже на уже имеющихся переселенцев Родина не выделила ровно никаких денег 19 ноября, 15.27 В ЛНР прокомментировали планы Киева по переселению жителей Донбасса Не оставляет своих импровизаций министр иностранных дел Пристайка, который уже не менее десятка раз то признавал минские соглашения безальтернативными То заявлял, что Украине они не нужны, то вот теперь объявил, что, мол, на нормандской встрече, возможно, лидеры согласятся их пересмотреть А нет, так можно и затеять спецоперацию по поддержанию мира и помимо соглашения говоря недипломатическим языком, начать вооруженное вторжение Речь идет о хорватском сценарии, когда непризнанная сербская Украина была ликвидирована в результате вооруженного нападения хорватов А четверть миллиона сербов были вынуждены бросить свои дома и бежать Причем колонны беженцев обстреливались хорватскими войсками при полном непротивлении аоновских миротворцев Что же намерен на этом фоне предложить своим визависам Зеленский? Какие идеи он готов продвигать взамен четко сформулированным Минским соглашением и формуле Штайнмайера? Каков уровень его решимости в противостоянии давлению радикалов? Логично предположить, что президент Зеленский будет торговаться, призывать войти в его положение, в значительной степени зависящее от давления правых радикалов Пытаться переписать основные постулаты достигнутых договоренностей и пересмотреть ненавистную украинским националистам формулу Предложив, разумеется, свой план замирения и реинтеграции По оценкам экспертов, Зеленский станет педалировать тему отказа от выборов на территории ЛДНР до тех пор, пока оттуда не будут выведены иностранные, читая российские, войска С этим наверняка будут трудности, поскольку ни одна международная организация, включая наблюдатели ОБСЕ, ни разу не подтвердила наличие таких войск Сверхзадачей Зеленского остается требование ни за что не прекращать санкции против России На этом фоне понятно довольно скептическое отношение российского руководства к эффективности предстоящей встречи в контексте мирного завершения гражданской войны Ведь даже вполне дружественный шаг России по возвращению Украине кораблей-нарушителей границы военной руководства Ц Европы, со своей стороны, превратила в жалкий водивиль формата славоумия и отвага 23 ноября, 16.08. Оксенов предложил подарить украинским военным два российских унитаза 8.08. Майданная публика во главе с самыми одиозными националистами, среди которых также ожидается присутствие Петра Порошенко и Святослава Вакарчука Намеренно провести Большой Вече с ультимативными требованиями к президенту, отправляющемуся в Париж Публику призывают непременно участвовать в этой акции, запасе с теплыми вещами, дровами и едой, ведь молодцы намерены не уходить с Майдана до тех пор, пока не станут известны результаты встречи в нормандском формате, а скорее всего и после этого Активисты совершенно уверены, что Зеленский привезет зраду в виде продления особого статуса Донбасса и прочих признаков капитуляции перед Москвой Им же, как неоднократно подчеркивалось, нужен мир на их условиях, то есть с полным разгромом республик и примерным наказанием их жителей по вполне руэловской формуле мир это война